МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 17 апреля, родились. Семен Щедрин – один из первых русских художников-пейзажистов. Актер Борис Щукин в советском синематографе стал известным как один из первых, кто воплотил в кино образ Ленина. В этот день, 17 апреля 1824 года в Петербурге, была подписана русско-американская конвенция. Она весьма точно определяла границу между США и русскими владениями в Америке. 17 апреля 1831 года в ходе польского восстания состоялась битва под Вроновым. Это была первая решительная победа царских войск над мятежниками. 17 апреля 1912 года на золотом прииске на реке Лени были расстреляны рабочие, выступившие с требованиями изменить условия работы. Трагедия получила название «Ленского расстрела». 17 апреля 1943 года впервые звание Героя Советского Союза был удостоен иностранец, чех Атакар Ярш. Для чехов и словаков борьба против немцев началась раньше всех в Европе с 1938 года, с оккупации судет. С момента вторжения немцев в Польшу, из них там был сформирован добровольческий регион. Польша повержена, и чехи вынуждены снова отступать на восток, где их встретила и разоружила советская армия. Когда война пришла и в СССР, сотни этих людей было решено собрать воедино и отправить на фронт. Главным инициатором и вдохновителем этого с чешской стороны был Людвиг Свобода, тогда еще подполковник чешской армии. А первую пехотную роту батальона возглавил Оттокар Ярш. Биография этого человека весьма подходит под эталонный путь героя социалистической страны. Отец Оттокара – кочегар паровоза. Образование Оттокара получил в Пражском электротехникуме, потом стал военным. Видимо, не зря Оттокар получил свое имя в честь прославленного чешского короля-воина. С приходом немцев Ярш встал перед выбором – смириться с оккупацией, присоединиться к подполью или покинуть страну. По словам брата Иржи, единственный правильный путь для него – борьба с фашизмом. Он воевал бы и дома, но не мог. Уже в СССР чешские регионеры квартировались и тренировались в Бузулуке, суровом степном месте. Каждый день, вне зависимости от погоды, Оттокар без поблажек муштровал свою роту. Солдаты, так же как куча кирпичей, не представляют собой здание, так и группа солдат не является боеспособным подразделением, говорил своим подопечным командир. Меньше чем за год он собрал из груды кирпичей самую подготовленную роту во всем чешском батальоне. 30 января 1943 года эшелон повез их на запад, к Харькову. Немцы готовились отбить этот город. Чехословацкий батальон получил задачу удерживать рубежи на реке Мжа, неподалеку от 4-го города Советского Союза. Дойдя к началу марта до намеченных позиций, батальон принялся рыть траншеи в промерзшей земле. Усиленная рота Отокара-Яроша, около 350 человек, заняла оборону в селе Соколова. 8 марта 1943 года в 13.30 неподалеку от них появилось 14 вражеских танков. Это была печально известная ревизия СС «Мёртвая голова». Чехословацкие воины открыли огонь из орудий, танки отступили. Боевое крещение прошло без потерь, первая рота торжествовала, но недолго. Разведав огневые позиции, танки вернулись и открыли прицельный огонь по укреплению. На этот раз к селу подошло около 60 танков, за которыми шли три волны пехоты. В этот момент командование Юго-Западного фронта пыталось отдать приказ об отступлении чешских солдат, но первая рота Отокара его не получила, связисты погибли. Уже без противотанковых средств остатки роты ввели бой против эсэсовцев. Командир роты занял позицию в церкви в центре села. В 17.30 танки были уже совсем рядом. Раненый Ярош спустился с колокольни и вместе с бойцами прятался, отстреливаясь в руинах. Вскоре он получил второе ранение. Противотанковые боеприпасы подошли к концу. Командир первой роты вышел из укрытия. О последних минутах жизни командира вспоминает участвовавший в бою Ярослав Перный. Ярош на бегу отцепил от пояса связку гранат, намереваясь очевидно бросить в танк. Но упал мертвым, сраженный очередью танкового пулемета. Танк наехал на него. Гранаты Яроша взорвались. И танк перевернулся на бок. Ярош, даже мертвый, сумел уничтожить фашистский танк. От выживших бойцов советское командование узнало о трагической картине того дня. 17 апреля отакар Ярош посмертно получил звание Героя Советского Союза. А 1-й чехословацкий батальон продолжил биться за освобождение своей Родины.